В минувшую среду с раннего утра в доме Айгю Люсииновой снова шли баталии. Пристав Алмазбек Ельтоков явился опять с намерением выселить женщину. Квартиру, напомним, отнял Каскоммерцбанк и продал на торгах по заниженной стоимости. На этот раз Ельтоков заявился в 6 утра и привел с собой крепких мужчин из частной охранной фирмы. Несмотря на раннее утро, по тревоге начали собираться и члены общественного объединения «Оставим народу жилье». Тут же находилась и маленькая дочь Айгю Люсииновой. Ребенок испытал настоящий шок от вторжения непрошенных гостей. Есть кто-то, ты ребенок что-то. Как ты, Сосин? Девочка, больная. В темноте, ай, тогда было солнце, мы спали. Пришли, замок сломали. А кто сломал? Солдаты, полиция. Ситуация стала стремительно накаляться. Полиция заняла позицию стороннего наблюдателя. Приставы закрылись внутри квартиры вместе с хозяйкой и начали опись имущества. Группа поддержки заявила, что судебные тяжбы еще не закончились, а значит ни о каком выселении не может идти речи. Айгю Люсиенова говорит, что приставу даже угрожали подбросить наркотики, если не перестанет сопротивляться. А почему вы не открываете, почему не показываете? Может вы наркотик подсунули? Я говорю, когда при свидетелях откроем, сначала борьба шла, а потом... Может он ее только в кармане принес? Он сам, наверное, наркоман принес наркотики. Как и в прошлый раз, возмущенные беззаконием, активисты ОНЖ вошли в квартиру и попытались забаррикадироваться изнутри. После переговоров люди согласились впустить представителей общественных организаций и скорую помощь. Можно? Скорая, скорая. Пропустите, пожалуйста. Скорая помощь. Да, да, проходите. Медицинская помощь потребовалась сразу нескольким женщинам. После осмотра врачи констатировали перелом руки у Сауле Бутербековой. По ее словам, руку ей сломал один из судебных приставов. Стульчик же есть маленький, детский стульчик. Этим ударила мне. А это я сейчас в больнице не заметила. Вот это тоже. Они мне укол сделали. Вот такой это. Она ее на пол повалила же там. Как я теперь домой появлюсь? Не знаю. В конце концов, после многочасовой борьбы с судебными исполнителями, активистам общественного объединения «Оставим народу жилье», удалось отстоять единственное жилье Айгой Лусеиновой. Впереди Лусеинову ждут долгие судебные разбирательства. Необходимо добиться отмены заочного решения суда о взыскании долга и выселении из единственного жилья. В одиночку в современном Казахстане не выжить, уверены общественники. Ведь казахстанские банки, принадлежащие чиновникам и родственникам Елбасы, которые с каким-то садистским удовольствием загоняют юридически неграмотных людей в кабалу, готовы отобрать у них последнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok